Исторически сложившийся стереотип, так называемая традиция представлять Екатерину Медичи, как одну из самых коварных и жестоких женщин своего времени, существовало долгое время. Ее считали отравительницей, религиозной фанатичкой, благословившей Варфоломеевскую ночь и даже детоубийцей. Дитя смерти, черная королева, банкирша, купчиха – все эти прозвища принадлежат ей. Властная и сильная женщина своего времени, она смогла повлиять на многие значимые события во Франции и во всей Европе. При глубоком изучении ее биографии только к XX веку выяснилось, что эта женщина была еще и мудрой правительницей. Ее жестокость не переходила границ государственной безопасности, если учитывать, в какое страшное время она жила, когда человеческая жизнь не имела никакой ценности. Родилась она в 1519 году во Флоренции. Ее мать умирает на шестой день после родов, а отец – через месяц. Семья Медичи в то время управляли всей Флоренцией. Изначально, будучи банкирами и купцами, они сколотили огромное состояние, приобрели власть и даже спонсировали европейских монархов. Она родилась в непростое время политических войн. С одной стороны, шла борьба между сторонниками республики во Флоренции и сторонниками дома Медичи. С другой стороны, войны между Францией и Испанией, основная часть которых проходили в основном на землях из Италии. Тогда еще Италия не имела единой территориальной целостности. Екатерина, как единственная законная наследница огромного состояния дома Медичи, оказывается между этими страшными событиями. Например, в 10-летнем возрасте ее похитили сторонники республики, удерживали, при этом угрожали убить, повесить на городские ворота, изуродовать, отправить в бордель. Естественно, это все не могло не сказаться на ее психическое состояние. В связи с этими страшными событиями, папа римский, Климент VII, на попечении которого она впоследствии остается, продолжает заниматься ее воспитанием, она получает прекрасное образование. Он же организовывает ее выгодное замужество с герцогом Генрихом Орлеанским, вторым сыном французского короля Франциско I. Несмотря на широкую известность семейства Медичи во всей Италии и за ее пределами для французских королей, они были всего лишь какими-то купцами. Так как за Екатерину отдается огромное преданное, широкие владения в Италии и во Франции, Франциско I соглашается принять в качестве невестки 14-летнюю Екатерину для его сына Генриха. В те времена браки совершались в основном договорном порядке, о романтических чувствах не могло быть и речи. Этот брак был, конечно же, не исключением из этих правил. Поначалу на нее не обращали никакого внимания при дворе. Однако вскоре она стала притягивать к себе окружающих своим умом, воспитанием, образованностью. Она прекрасно разбиралась в живописи, разговаривала на нескольких языках, помимо французского и итальянского. Она неплохо изъяснялась на латыни, а, как известно, латынь – это язык науки. Екатерина привезла с собой 40 поваров, которые познакомили французов с итальянскими десертами, впервые они попробовали мороженое. Так как Екатерина была невысокого роста, по ее заказу итальянские мастера изготовили для нее туфли на высоком каблуке, в коих она появилась при дворе, чем произвела настоящий фурор. У Екатерины Медичи было 10 детей, 7 из которых доживут до взрослых лет. Она была очень заботливой и нежной матерью, несмотря на то, что принято считать ее жестокой, циничной женщиной. Вскоре ее муж становится королем Франции Генрихом II после смерти его отца. Екатерина Медичи естественно королевой, но от этого поворота ее жизни становится легче. Генрих II абсолютно не интересовался женой. Он испытывал теплые чувства к женщине, которая лет на 20 была старше него, Диана де Пуатье. Связь их была долгой, но не единственной для короля. Со всем этим приходилось смириться его жене Екатерине. Она даже принимала тот факт, что выходя в походы, ее муж писал письма не ей, а своей возлюбленной. Чтобы узнать хоть какие-нибудь новости о муже, ей приходилось обращаться к Диане де Пуатье. Реальная политическая власть к ней приходит после смерти мужа, когда ее старший сын становится королем Франциском II, а она регентом. Екатерина облачается в траур, по всей видимости, искренне, поскольку до конца своих дней она будет в черном одеянии, в то время как траурная одежда считалась белого цвета. Главной резиденцией она выбирает прекрасный замок Шинансо, который она отбирает у Дианы де Пуатье, подаренный ей когда-то Генрихом II. Поначалу Екатерина ошибочно полагает, что в управлении государством нужно полагаться на семейство лотаринских богачей Гизов. Знаменитое семейство Гизов, которые имели свои виды на престол, вмешиваясь в дела управления. Со временем она понимает, что это угроза для государственной власти династии Валуа. После скоропостижной смерти Франциска II власть переходит ее второму сыну, Карлу IX, которому на тот момент было всего лишь 10 лет. Она продолжает властвовать, и тут начинается рассвет ее власти. Она возвеличивает династию Валуа. Во время ее правления процветает искусство, архитектура. К примеру, знаменитое аббатство Сен-Де-Ни, усыпальница французских королей, была построена именно при ней. Если сейчас Франция славится изысканной едой, выпечкой, десертами, дорогими тонкими духами, то это во многом благодаря Екатерине Медичи. В этот момент по всей Европе вспыхивает религиозное волнение, когда протестанты воюют с католической церковью. Период реформации. Во многих провинциях Франции были протестанты, гугеноты, как их называли тогда французы. Множество знатных вельмож принимает протестантизм, и тут вспыхивает настоящая борьба между католиками и протестантами во Франции. Екатерина Медичи пытается примирить враждующие стороны, она разрешает религиозное собрание для всех, не только для католиков, выдвигая идеи религиозной терпимости, утверждая, что король должен править всеми французами, не только католиками. И тут она приходит к решению выдать замуж ее дочь Маргариту, ту самую королеву Марго из произведения Дюма, за короля Генриха Наваррского и династии Бурбонов. Но, как известно, эта свадьба кончается печально известной варфоломейской ночью, ночь, когда католики перебили всех гугенотов, которые собрались на свадьбу. Католики до сих пор спорят по поводу, почему же Екатерина Медичи дала согласие Гизам так поступить, то ли ее вынудили, то ли убедили в том, что готовится нападение гугенотов на короля, остается загадкой. Но организацию эту кровавой расправы над протестантами будут приписывать ей и обвинять ее в жестокости еще очень долго. Когда умирает ее сын Карл IX, распространяется слух о том, что его отравила собственная мать. Тут обращаемся к роману Дюма, королевы Марго, где подробно описывается история о том, что она оставляет книгу, отравленную, про охоту в комнате Генриха Наваррского. И тут входит король, видит книгу, перелистывает ее, смачивая пальцы слюной, тем самым поглощая яд. Но никаких прямых доказательств этому нет, кроме книги Дюма. А как известно, Дюма любил пофантазировать с характером исторических личностей. После смерти Карла IX на трон заходит третий сын Екатерины, Генрих III. Он отстраняет мать от королевской власти и совершенно не хочет, чтобы она вмешивалась в политическую жизнь страны. Но в трудные минуты своего правления не забывает обращаться за помощью к матери. Например, когда у Генриха испортились отношения с его братом, герцогом Анжуйским, и назревала гражданская война, именно мать Екатерина Медич мирит двух братьев. Она умирает в январе 1589 года в возрасте 70 лет, достаточно солидный возраст для того времени. Дальше происходит то, чего она больше всех боялась и не хотела допускать. Происходит смена династии Валуа на династию Бурбонов. Дело в том, что у Генриха III не было потомства, а его младший брат умирает раньше него. И незадолго до смерти Генрих III оставляет своим наследником Генриха Наваррского, и на нем династия Валуа заканчивает свой род. И тут можно только порадоваться за Екатерину Медичу, которая умирает раньше крушения династии, которую она так возвеличивала.